Детское радио представляет Сказки народов мира Что прячет лепрекон Ирландские сказки На краю огромного океана, на большом изумрудном острове С давних времен живут маленькие человечки, лепреконы Каждый лепрекон носит зеленые штанишки, зеленую жилетку Зеленую курточку и такую же зеленую шляпу Прячутся лепреконы в высокой траве, подальше от людских глаз Множество волшебных историй знают они И если повезет вам встретиться с лепреконом То он непременно расскажет одну из них Например, вот эту Поле ромашек Одним весенним утром шел по дороге вместе со своими коровами Пастух Звали его Том Кругом щебетали птицы И вдруг Том услышал негромкий звук Тук-тук-тук-тук Неужели это птичка каменка щелкает, подумал он Для нее будто бы рановато Солнце только встало Солнце по-ирландски Грион В Ирландии мало жарких солнечных дней И если такие случаются, все идут гулять А те, кто работают, выходят полежать на траве в обеденный перерыв После такого дня все ирландцы ходят обгоревшие Потому что у них очень светлая кожа Ирландцы знают много поговорок про солнце Например, если твоя мама в тебе души не чает, то говорят Что буквально переводится как Она думает, что из твоей головы растет солнце Солнце Грион Том подкрался на цыпочках к живой изгороди Откуда доносились постукивания Раздвинул кусты и увидел Огромный глиняный кувшин Рядом с которым сидел маленький старичок На нем был зеленый сюртучок А на голове красовалась крохотная треуголка Не обращая внимания на Тома Он поднял молоток и стал прибивать каблук к башмаку из грубой кожи Тук-тук, тук-тук Силы небесные, — воскликнул про себя Том Так ведь это же лепрекон Теперь мне нельзя с него глаз спускать, не то он исчезнет Доброе утро А что это вы в такую рань работаете, — спросил Том Вы бы, молодой человек, вместо того, чтобы приставать к честным лепреконам С глупыми вопросами Лучше бы за своим добром смотрели, — пробурчал лепрекон Гляньте, в ваш овес забрались коровы Коровы по-ирландски Бо Коров, которые дают много молока, ирландцы называют Бо-Вавани Молоко ирландцы очень любят, настолько, что даже чай без него не пьют У каждого ирландца свой способ пить чай с молоком Одни утверждают, что вкуснее, когда сначала нальешь кружку чай, а потом молока А другие — ровно наоборот Переспорить их невозможно Корова Бо Паренек чуть было не обернулся, да вовремя спохватившись протянул руку И хватит лепрекона А теперь показывай, где ты прячешь свои сокровища Радостно воскликнул Том Он слыхал, что у каждого лепрекона где-нибудь в укромном месте зарыт кувшин с золотом Маленький сапожник притворился испуганным и сказал Я храню свои деньги через два поля отсюда, могу тебя проводить Веди, сказал Том и зашагал к полю, не выпуская лепрекона из рук и не сводя с него глаз Наконец-то они добрались до широкого ромашкового поля И лепрекон, указав на высокую ромашку, сказал со вздохом Рой здесь и найдешь большой кувшин, в нем полным-полно золотых монет Но вот досада, лопаты-то нет Эх, придется возвращаться домой за лопатой, сказал Том Чтобы пометить место, где зарыты сокровища лепрекона Том достал из кармана красную ленточку и обмотал стебель той ромашки, на которую указал лепрекон А ну-ка поклянись, что не снимешь мою ленточку с этой ромашки, сказал он старичку Пальцем не трону, нехотя согласился лепрекон А потом очень вежливо спросил Надеюсь, я больше вам не нужен? Не, дело сделано, ответил Том Теперь можешь идти Будь здоров, сказал лепрекон Пусть на пользу пойдут тебе мои деньги, когда ты их откопаешь Деньги по-ирландски А еще это же слово означает серебро Все дело в том, что первые монеты на остров завезли викинги в 10 веке И были они как раз из этого драгоценного металла Интересно, что наличные деньги на острове называют Арригет Лави То есть дословно те, что у тебя в руке Деньги Арригет Том опустил маленького сапожника на землю И тот исчез в высокой траве А парень кинулся со всех ног домой И скоро вернулся с лопатой на ромашковое поле Проклятый лепрекон! Где же мне искать теперь заветную ромашку? Закричал от обиды Том Глядя на поле, на котором стебель каждой ромашки Был обвязан точно такой же ленточкой Пришлось бедняге Тому начинать перекапывать все поле Но оно было таким огромным, что тянулось до самого горизонта Пришлось Тому отказаться искать сокровища И вернуться домой с пустыми руками Лепреконы всегда держат свое слово И никогда по доброй воле не отдадут людям свои сокровища Повторяем, запоминаем Сегодня вы узнали, как по-ирландски звучат слова Солнце, грен, корова, бо и деньги Аригет Сказки народов мира Что прячет лепрекон Ирландские сказки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова